Мусорный кризис переживает столица Италии. Контейнеры на улицах переполнены, горы бытовых отходов растут и ситуация близка к чрезвычайной. Правозащитники обратились в ЮНЕСКО с просьбой исключить центр города из списка объектов всемирного наследия, как недостойны этого статуса. В чем причина мусорного коллапса, выясняла наш корреспондент в Италии Юлия Гончар. Если в центре города коммунальные службы еще пытаются поддерживать какой-то порядок, спальные кварталы Рима в мусоре утонули. Несколько дней назад остановился один из сортировочных заводов города. Остановился из-за аварии, поэтому чрезвычайная ситуация и возникла. Вывозить собранный мусор машинам коммунальных служб сегодня стало некуда. Существующие предприятия и полигоны твердобытовых отходов не справляются с его огромным количеством, ведь речь идет о пяти тысячах тонн ежедневно. Мы сидим в грязи, 40 лет я живу в Риме, никогда такого не видел, невыносимо. Я бы сказала мэру или кто нам посылает рабочих. Квитанцы не забывают отправлять, а мусор никто не убирает. Проблема бытовых отходов на самом деле не новая для столицы Италии. С тех пор, как четыре года назад была закрыта крупнейшая в городе свалка Малагрота. Замены ей так и не было найдено. Сегодня Рим не в состоянии сортировать и хранить свой мусор самостоятельно и вынужден отправлять его в другие регионы Италии, даже в другие страны. Часть своих бытовых отходов Рим сегодня отправляет в другие регионы страны. Те, что располагают открытой свалкой или перерабатывающим заводом, готовым принять столичный мусор. Часть отправляется за границу. Закрытие полигона Малагрота заставило администрацию заняться продвижением раздельного сбора отходов. И некоторые результаты были достигнуты, но этого недостаточно. Проблема управления отходами существует, и ее нужно решать. Мэр города Вирджиния Раджи обещает справиться с критической ситуацией в Риме к концу недели, увеличив поставки мусора в Австрию. Сегодня перерабатывающий завод под Веной уже получает из итальянской столицы 12 железнодорожных составов в месяц, или около 3000 тонн бытовых отходов. Казне это стоит огромных денег, но выбора нет. И австрийцы тоже не против. Из зловонного груза они делают электричество, освещая собственные дома. Юлия Гончарма, Семилиан Увольпе, Хабар, 24, Италия.